У меня есть одна смешная история, ну по крайней мере сейчас она смешная, раньше это было не очень смешно. Так вот, я получил приглашение на интервью и у меня было всего лишь час времени на то, чтобы это все успеть. Я так подгадал, приехал туда быстро, прихожу, там мне сразу девушка интервьюера приняла, спросила типа там, как у вас дела, все ли хорошо, да-да-да, типа вот вы такой-то, ваша позиция такая-то и следующий вопрос был, это tell me some funny story, то есть я дословно перевел, расскажи мне какую-нибудь смешную, веселую историю. И так как я очень спешил и я вообще как бы, в общем такой момент был, я подумал, ну какие смешные истории ты хочешь от меня услышать. Я шел на серьезное собеседование, а тут типа расскажите какую-то смешную историю, поэтому я так и сказал, типа ну какие смешные истории у меня, ну я не знаю, я не знаю, что это такое вообще, как бы какие смешные истории. Ну как бы я даже был немножко разозлен этим вопросом, потому что я ожидал какое-то серьезное интервью, я ожидал какие-то серьезные вопросы, а тут типа расскажите смешную историю. Но я тогда не знал, что funny story это не имеется в виду смешная история Это имелось в виду, расскажи мне о себе, расскажи о том, чем ты там занимаешься Какой-то вот один из синонимов такого сленгового подхода Поэтому я и ответил, что у меня нет никаких смешных историй Я занимаюсь разработкой, если есть какие-то вопросы по делу, давайте это обсуждать Но в принципе это был последний вопрос, она сказала спасибо, мы вам перезвоним И вот это было, наверное, самое короткое американское интервью После которого я ушел, осознавая, что за дурацкое интервью было Хотя с ее стороны это тоже был правильный ответ Потому что таких людей, которые некоммуникабельные и которые себя не могут предоставить Их нужно сразу отметать, поэтому я попался на этой штуке Если у вас будет такое, то пожалуйста, будьте внимательны и старайтесь все-таки коммуницировать И я хочу вам еще сказать одну вещь Не переживайте за своих провалов, вы научитесь нормально, правильно отвечать Для этого нужно будет, конечно, какое-то время Но с количеством попыток вы будете это делать все лучше и лучше, увереннее и увереннее И потом можете об этом вспоминать как в каких-то смешных, смешных историях Поэтому вот мои funny story Какой вопрос не нужно спрашивать у интервьюера, когда вы проходите собеседование? Имейте в виду, что когда вы на собеседовании, то с вами общаются разные люди С вами общаются технические специалисты С вами общаются рекрутеры, которые там HR, которые занимаются большей частью документами Которые хотят обсудить с вами вопросы по документам, по бонусам и так дальше То есть каждого из них спрашивайте свое Не нужно спрашивать технических людей Типа, а какие у вас тут бонусы, а когда у вас тут отпуск А когда у вас тут будет следующий... Следующий раз вы будете мне бонусы платить А как у вас там со страховкой и так дальше То есть технических людей спрашивайте технические вещи А HR-ов спрашивайте по их теме вопросы То есть не мешайте Мухи отдельно, котлеты отдельно И пожалуйста, ни одного из них Ни одного из них Не нужно спрашивать То, что поставит под сомнение Что вы тот человек, который принесет пользу компании А не так, что своим вопросом вы дадите понять Что вы приходите в компанию для того, чтобы только от нее что-то получить Получить зарплату, получить бонусы Получить еще там самое мягкое кресло Или там самое большое мусорное ведро То есть пожалуйста, всем своим видом и всеми своими вопросами Показывайте свой интерес компании И есть еще набор стандартных вопросов Которые рекомендуют задавать Но имейте в виду, эти все вопросы, они от них уже уши завяли у тех людей Кому вы это будете спрашивать Они уже давно, уже поотвечали И возможно даже по их реакции, когда вы спросите Ну а расскажите, какой вы продукт делаете Или расскажите там, какие у вас планы на год Они скорее всего так будут так Ах, блин, еще один раз этот вопрос я слышу Давай я сейчас его по-быстрому отвечу То есть задайте, придумайте такие вопросы Которые покажут Один из, один из, один из, кстати, вопросов Может быть скажите, как, как я, вот Что я должен делать для того, чтобы лучше всего вписаться Допустим в вашу компанию Какие от меня требуются действия То есть спросите, что вы должны сделать Возможно это вам, это вам поможет Ну еще раз резюме Задавайте такие вопросы Которые будут показывать, что вы Тот человек, который принесет пользу этой компании Этому продукту Продолжайте Почему курсы PASF лучшие на рынке? Ну мы конечно считаем, что наш продукт Он самый лучший, самый качественный И мы вкладываем, вкладываем в душу В то, чтобы наши студенты получили, получили работу Это уже видно по результатам нашей работы По студентам, по выпускникам Поэтому смотрите их отзывы Смотрите о том, как они устроились Это совершенно разные люди Имейте в виду, что мы не волшебная организация Мы не продаем какой-то эликсир бессмертия Или эликсир быстрого нахождения работы У нас есть определенный перечень услуг Которые мы вам даем Ваша задача это все принять Выполнить все задания И тогда вы будете намного ближе к трудоустройству Чем раньше Но не мы, не кто-либо другой Точнее так, по крайней мере скажу нас Мы не даем гарантию того, что вы устроитесь на работу Потому что это будут очень громкие заявления Есть необходимый порядок действий Которые нужно делать, чтобы устроиться на работу И если вы его будете делать, то вы добьетесь этого результата Мы готовим на тестировщиков и фронтенд разработчиков DevOps, UX, UI И мы знаем порядок действий Которые нужно пройти каждому начинающему специалисту Для того, чтобы получить хорошую работу Для того, чтобы быстро вписаться Вписаться в американскую среду И сразу же с первых дней учебы Вы начинали делать правильные действия В правильном порядке Поэтому наше преимущество в том Что мы делаем правильные действия В правильном порядке Мы стараемся сделать так Чтобы вы получили необходимый объем знаний и навыков Во время обучения Чтобы вы прошли практику Чтобы вы прошли стажировку И когда вы уже будете выходить на рынок Американских компаний Чтобы вы были там очень конкурентно способны Чтобы вы разбирались и в технических вопросах И чтобы вы не делали каких-то глупостей на собеседовании Ну, всякое бывает Поэтому попытки, попытки И еще раз эксперименты Где-то ваши провалы Потом это все перерастет в качество И вы будете очень хорошо проходить собеседование И вы будете хорошо работать Будете хорошо зарабатывать И вообще, надеюсь, у вас все будет хорошо Поэтому записывайтесь к нам Школа программирования ПАСМ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому